Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно появился новый вид групповой работы, называется ретрит. И за короткое время ретриты набрали популярность и стали, в общем-то, мейнстримом. Их активно рекламируют, продвигают, рекомендуют и проводят психологи самых разных модальностей. Так вот, что это такое, про что, безопасно ли, и правда ли ретриты работают, или это очередной маркетинговый ход, мы узнаем у нашего гостя – психолог, соматический и эмбодимент практик, художник и перформер, и, самое главное, путешественница. Итак, Елена Буянова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Наталья. Вот о женских кругах я слышала, ну, достаточно давно услышала, в принципе. И я смотрела анонсы ретритов в Казани, в других городах, и как-то меня это все очень интересовало, но руки не доходили до того, чтобы вот туда окунуться. Я действительно много потеряла. О, хорошие вопросы. Я не знаю, сколько вы потеряли или приобрели бы, если бы поехали. И это каждый человек для себя определяет сам, какую-то ценность и важность того, куда он попадает. Ну, вот у меня такое ощущение, когда я вот читала анонсы, как бы собиралась внутренне настраивалась, что это вот то место, в которое оно манкое такое было для меня, да. Ну, я уже к тому времени почитала, узнала, поспрашивала, да, а мы сейчас как бы рассказываем этим людям, которые, ну, может быть, есть такие, которые слышат первый раз про ретрит или, например, хотят о ретрите узнать из уст эксперта, по большому счету, потому что у вас уже есть опыт в этом, в этой части. Ну, и вот давайте с самого начала, что такое ретрит, откуда они, что это, что это вообще такое? Не изучала историю ретритов, но как будто, буду говорить как будто, как, как я это вижу, как я это слышу, чувствую. Все это началось с того момента, как у нас стала очень популярна йога. И вот такие вот совместные путешествия, где утренние практики занимаются люди йогой, начали называть ретритами. А вообще ретрит – это такое уединенное времяпрепровождение, когда человек занимается какими-то своими задачами психологическими в том числе. Ну, вот на примере с йогой – это еще и физическое здоровье в том числе. И сейчас больше стало таких психологических ретритов. Люди стали ездить и в такие ретриты в том числе тоже. А что, ну, вот если мы говорим про йога, ретрит, уже понятно, что, скорее всего, недели или там несколько дней выезда целая с утра до вечера йога с, наверное, какими-то ограничениями. А что такое психологический ретрит? Что там? Обычно задается какая-то тема, и люди собираются на тему определенную. Тему задает сам ведущий или тренер, или психолог, как, ну, где, как, по-разному, кто как себя позиционирует. И в этом плане люди присоединяются не только на тему, но еще и на место. В какое место, где будет происходить. У меня прям несколько человек, незнакомых совершенно, приходили и говорили, мы хотим в это место поехать и не просто так попутешествовать, а что-то еще для себя взять, какое-то важное, как, есть такое слово, вы говорили, да, про имбодимент, втелеснивание. И вот такое вот, втелеснить в себя вот это вот пространство. Ну, это то, что я чем занимаюсь. А так ретриты бывают очень разные. Психологические, на тему, на любую, наверное, тему. То есть, получается, ну, допустим, люди собрались вот на телесно-ориентированную терапию, да, и они занимаются, как вы прекрасное слово сказали, втелесниванием себя, вот в себя какого-то пространства или наоборот, да. Ну, в любом случае речь идет о взаимодействии. Но и здесь еще прозвучало слово, что люди вот хотят путешествовать, плюс еще что-то. Не похоже ли это просто на, ну, условно говоря, интеллектуальный отдых какой-то для людей с хорошим достатком? Это вот... Ну, все-таки интеллектуальный отдых для людей с хорошим достатком, это немного другая структура. И сейчас этого тоже очень много делают специальные туры, в которые собирают группу по каким-то интересам. Вот здесь вот все-таки интерес что-то узнать о себе чуть больше. И это работает, психологическая работа, часто это бывает узнавание о себе что-то нового, не только о том месте, куда мы приезжаем, потому что места очень красивые бывают. Наша Россия настолько прекрасна, что можно ездить, ездить и ездить, и каждый год находить новые красивые места. И возвращаться в старые, потому что каждый год они меняются. И в зависимости от времени года это все меняется. Ну, то есть вот про какую-то красоту, про встречу с природой, про ландшафты, про что-то большее, чем человек. И здесь природа дает свои такие красивые нюансы, которые, попадая сейчас, подумаю, как сказать, попадая в которые, человек может как-то подраскрыться. Так, как бы он не сделал, например, в той же групповой терапии в своем родном городе. В офисе, например. В офисе, да. И там на природе мы все живем вместе, мы все живем в каком-то одном пространстве. Очень часто делим какой-то стол, какую-то еду. И это и бытовое такое соприкосновение, и психологическое, и плюс еще природа. И очень часто бывает, что это совсем другая культура, куда мы едем. И это тоже, как я проявляюсь, как участник, например, в другой культуре, в которой я ничего про это не знаю, в другой природе, где вроде вода та же льется, и водопады какие-то, ну, понятные, да. Но там есть какой-то дух совершенно другой, нежели там в родной Казани, в родном Татарстане. И это тоже очень, сейчас не раскрепощает, а какое-то другое слово хочется подобрать. Да, раскрывает другие перспективы перед человеком. Когда человек видит другую культуру, можно много понять про себя. А у вас были в опыте такие ситуации, ну, через отзывы от ваших спутников, что человек приезжал с ретрита, и у него что-то вот в жизни так раз, и он пошел куда-то, или решил какие-то проблемы, которые очень долгими висеками были, да? Были такие ситуации? Да, конечно, но, в принципе, для этого мы и делаем такие ретриты, для этого едут именно такие люди тоже на эти ретриты. Очень много вопросов в последнее время, вот за последние полтора года, про какое-то выгорание, выгорание в профессии. И у меня очень много приезжают как раз психологов, которые работают с людьми, и вообще люди, помогающие в профессии, которые работают с людьми. Им тоже надо где-то отдыхать и как-то. И это уже немножко другой отдых, нежели просто на пляже, просто all inclusive, и все включено, я лежу на пляже. про какое-то более чувственное понимание и увиденность и услышенность. Вот это вот видимость для другого и видимость, когда я вижу другого человека. А на ретритах мы очень много общаемся, именно вот так вот, по-честному, открыто. Сейчас как будто тема взгляда внутрь себя стала, прямо вот сама тема стала мейнстримовской, что мы вот обращали внимание на себя, на свою жизнь, на свои ощущения. И здесь я боюсь, что есть такая ловушка, что человек едет на ретрит, думая, что вот сейчас я приеду, и мне сделают хорошо мастер. Когда человек едет работать с собой, узнавать себя, то там вообще может быть очень даже не лайтово, а очень даже тяжело может оказаться. Это как... Есть такое мем среди психологов в том числе, когда люди идут в какую-то терапию или еще что-то, они думают, что жизнь наладится. Жизнь не налаживается, она становится понятнее. То есть все сложности, они все остаются. Но эти сложности начинаются по-другому преодолеваться. Нарабатывается какой-то опыт, как я могу с этим справляться. И задача психотерапии, в общем-то, по большому счету, вот такая, дать человеку инструменты, с которыми он может проживать свою жизнь. Я тут недавно смотрела какой-то сериал, даже не вспомню какой, и там прозвучала фраза, сейчас тоже недословно, мы проживаем свои тяжелые периоды, чтобы рассказать нашему потомству о том, как их прожить. И, возможно, через несколько поколений у нас не будет этих проблем. Ну, возможно, будут какие-то другие, но вот с этими мы как будто можем справиться. И вот это вот, когда я могу про это говорить, и говорить так, чтобы меня услышали, а на ретритах все-таки люди слушают. Ну, конечно, еду туда. Согласитесь, что когда человек едет, вот этот вот момент меркантильности, платя свои деньги, он все-таки работает. Говорят же, что бесплатный хлеб, он никогда не ценится, или бесплатный продукт, а когда человек платит немало, и, в общем-то, деньги с учетом дороги, профессионализма мастера, да, еды там и так далее, хорошая сумма все равно набирается, он все-таки старается ее как-то отработать, пусть даже бессознательно. Есть такой момент? Хороший момент, в основном, да. Но могу прям по себе сказать, я очень часто езжу на разные фестивали по своей профессии, и я еще танцую контактную импровизацию, такой очень достаточно незнакомый большинству вид современного танца, и когда я приезжаю, я прям, я тоже плачу немалые деньги, и раньше это были и международные поездки, я вот помню, у меня был очень сложный год, я приехала на фестиваль, я не ходила ни на один класс, и приходила на джемы, чтобы поспать. Но вот это было очень целительно, просто находиться в среде единомышленников. Вот эта вот среда единомышленников очень поддерживает, на самом деле, потому что каким-то очень удивительным образом на ретрит собираются люди с одинаковыми вопросами. Я не хочу сейчас говорить про это проблемы, это все-таки больше вопросы. И решать совместно, находить какие-то способы очень неявные, очень нелогичные порой, но какие-то вот совсем с другой стороны, и послушать другое мнение, и другое мнение может к чему-то подтолкнуть, к тому способу мышления, который я никогда раньше, например, про себя даже не думала. О, а что, так можно было? Вот что-то вот такое. И это тоже помогает, что такое сообщество определяется. Да, и кроме того, что мы же говорим в первую очередь о том, что это групповая работа, да? Вот я недавно была свидетелем небольшой группы, ну, как бы такой, можно сказать, стихийной, и в ней была одна женщина, которая сказала, я вообще, ну, как бы случайно сюда попала, или там после сильного сопротивления, по-моему, сказала. И прямо у меня сильное сопротивление было, я не хотела, но потом думаю, все-таки схожу. Я, говорит, никогда не ходила на группу, мне казалось всегда, ну, как это можно перед чужими людьми выставлять свои внутренние какие-то страхи, свои проблемы, что мне это даст? И когда вот этот всего-навсего экспромтный двухчасовой мастер-класс даже, а не группа, закончился, она была совершенно в шоке, я бы даже сказала, она настолько в себе открыла, она настолько узнала, когда люди рассказывали о себе, вот эта история моя, вот эта тоже моя, а у меня вот этого тоже есть. И как бы за эти два с половиной часа, два с половиной часа полечилась еще хорошо. А когда мы говорим про ретрит, то вот эта вот группа, плюс природа, плюс аскетичность, и, я так понимаю, детокс информационный, он, наверное, как одно из правил, ведь в ретритах, скорее всего, есть свои правила? Ну, вот в таких ретритах, которые ретриты раньше начинались тоже с медитацией, я начинала говорить про то, что юга ретрита всем известная, но вот этот ретрит пришел к нам из буддизма, само понимание ретрита, и там люди, они правда накладывали на себя такую аскезу, когда они сидят и медитируют там несколько дней из чего-то такого понятного, современного, наверное, випассану все уже, наверное, слышали, вот, и там, да, там прям детокс-детокс, у нас нет такого, что мы оторваны, но, как правило, женщины, как правило, ездят все-таки женщины, хотя мужчины тоже очень часто ездят, женщины оставляют дома семью, детей, и у них есть возможность, как такой некий способ побыть с собой наедине и вообще разобраться, а я-то что, ну, у меня есть роль мамы, у меня есть роль жены, у меня есть роль работницы, ну, не знаю, какая-то профессиональная деятельность, а еще есть очень человеческая, и вот с этой человеческой я встречаюсь на ретрите очень часто, такое больше про душу, ну, сама идентификация может быть и какой-то профессии определена, да, мама там, а вот это вот, а что я делаю, что я даю миру, а как я что-то беру, какой вот этот баланс отдавать, брать, вот это вот все любимые слова, которые сейчас используют, и эзотерические в том числе, но при этом оно дает какой-то большой ресурс посмотреть на себя со стороны, вот со стороны, например, этих городях, озер бесконечных, вот, если у меня был ретрит на Байкале, на зимнем, вот по этим зимним льдам, очень красиво, невероятно, можно ходить и просто рассматривать все трещинки, все пузырики, но какая я маленькая на этом озере, вот понимание, что я маленький человечек, я червяк, на ладони вселенной, на ладони там матери земли, допустим, это просто очень хорошо снижает тревожность на самом деле, вот это понимание, что от меня вообще мало чего зависит, ну по какому-то большому счету, мы все стараемся, да, я сейчас прямо обобщаю все, потому что это какая-то тенденция, наверное, последнего века, цифровизация, достигаторство, да, да, мы много чего, по голову всего и так далее, я смогу, мне можно, я смогу и так далее, да, и плюс я еще отвечаю за очень большое количество того, за что по факту я не сильно, на что не сильно, как влияю, вот, и вот эта вот история, когда ты попадаешь на природу, где понимаешь, так вот оно, что влияет, это не я тут маленький человечек, но когда ты залезаешь, допустим, на эту гору и видишь с высоты, как прекрасно это все, и чувствуешь себя, вот это вот соединенность с природой, как я часть живого, мне очень нравится фраза, что человек это глагол, но это то, что мы делаем, и вот это, человек это делает, да, делание человека, то, как он это делает еще, и вот тут вот, как будто уравниваются шансы у человека с природой, когда это и все гармонично еще происходит, я не нарушаю каких-то принципов природных, я встраиваюсь как бы в эту систему, хорошо, вот это тоже умение встраиваться, это же тоже навык, который, если он есть, то он будет работать потом везде, в общем-то, правильно? Да. Это же опция просто какая-то наша, да, вот следующий вопрос, наверное, к тому, к форме, точнее говоря, да, вот ретриты есть, я так понимаю, общие, где, грубо говоря, и мальчики, и девочки вместе ездят, да, есть, насколько я знаю, мужские ретриты, и есть женские, то есть какие-то по половому признаку, да, вот почему возникла необходимость проводить именно женские ретриты? Вы как бы чуть-чуть коснулись того, что вот женщины, у которых дома дети, мужья и так далее, вот, да, им нужно себя увидеть, это вот с этим связано, или еще какая-то более глобальная цель есть вот у женских ретритов? Вот, но тоже до всех вот этих историй, до революций, если брать какую-то крестьянскую общину, то там женщины встречались и пели вместе, если они ходили там на сенокос, они пели вместе, они как-то общались, и это общение было и вербальным, и невербальным. Сейчас мы как будто несколько изолированы от такого общения. Я бы сказала, что вообще изолированы. Вот если мы говорим, что, ну, женщины, например, не ходят на какие-то специальные женские круги, или женские ретриты, то я вообще не понимаю, где она со своим. Даже общественные бани ушли в прошлое, если уж говорить. Ну, общественные бани сейчас очень хорошо возрождаются, и с каким-то вот совсем недавно в Питере ходили в общественную баню, это было как-то прекрасно, когда женщины всех возрастов поливали полки, причем женщины постарше точно знали, что делать. Молодежь такая садилась, и так, ну, что, венчик принести или еще что-то. Да, это какая-то важная история поговорить про такую женскую мудрость. И женская мудрость, она не про то, как надо делать, а как будто даже поделиться тем, что у меня сейчас, быть услышанной. Вот эта вот штука очень важная. Я думаю, что так или иначе, у каждой есть подруга, с которой она делится чем-то, и это мнение подруги. Идеально, когда у женщины есть психолог, ну, я сейчас скажу идеально, не всем нужен психолог, не всем поможет психолог, но психологу тоже можно приходить и рассказывать какие-то вещи, с которыми сложно поделиться. Но есть еще вот такие вот, как женские круги, как женские ретриты, куда женщины приезжают именно, чтобы быть увиденными и услышанными. А у нас с этим у всех практически дефицит. Может ли быть такое, что собрался женский, вот эта самая женская группа, а вы же знаете, женщины народ такой в этом плане, там может быть и зависть, может быть какие-то, ну, какие-то разборки могут начаться, и женщины, которые едут туда, чтобы поделиться, чтобы почувствовать вот эту поддержку в принимаемой атмосфере, она, ну, допустим, не найдет ее. Такое возможно? Вот честно, не встречала. Только в теории, да? Даже в категории страхов, я бы даже сказала. В категории страхов, потому что мы очень часто думаем, что-то про людей заранее. А начинаем проверять, а там такое же сердце огромное, большое, которое тоже ищет поддержки, которое может поддержать, которое тоже чувствует это. Вот это вот большая эмпатия, и у женщин она и правда в большинстве случаев гораздо сильнее развита, чем у мужчин, ну, и культурные коды в том числе, что женщина должна быть такой эмпатичной. Вот эта вот эмпатия, наши зеркальные нейроны, в том числе, с которыми мы общаемся, они дают эту поддержку. Я еще ни разу не видела, что если там на женщины сложно, она про это говорит, что ее никто не поддержал. Всегда находится в группе, кто готов с ней разделить это. И мне иногда даже самой не надо ничего делать. Я вижу, как девчонки из группы просто подходят и говорят, я вижу тебя, я слышу тебя, я чувствую, про что ты. Я тебя со переживаю, я тебя со чувствую. Вот что такое. Поэтому про какую-то женскую зависть это, наверное, все-таки не в эту историю, не в историю ретритов. Не про духовные практики, да? Ну, да, можно назвать ретриты, да, духовными практиками в этом понимании. Но я бы назвала это очень человеческими какими-то практиками, что мы налаживаем вот эту вот связь. Очень честную, очень такую открытую и уязвимую. Быть уязвимой безумно страшно, всем страшно. Вот это вот прийти, вы говорили про пример женщины, которая попала на двухчасовой класс, и прийти и открыто рассказывать что-то сокровенное, это безумно страшно. Особенно первый раз? Первый раз, да. А потом смотришь, о, сказала, о, ничего, никто не умер, живая, ниоткуда не прилетела. никакие гремасы, ничего не сказал, все смотрят сочувствующие, вопросы какие-то могут создавать. Еще получила поддержку, да. Еще поддержку дают какую-то, да. Поэтому в этом плане начинать пробовать открываться, это какая-то очень хорошая штука. И хорошо бы для этого подбирать, да, подходящие тренинги, подходящие ретриты. То есть должно быть в первую очередь доверие ведущему, доверие психологу, который это все ведет, как профессионалу, который справится и со сложными чувствами в том числе. Такое контейнирование происходит. И вот вы сейчас сказали про то, что до определенных событий, ну, в каких странах может это и сейчас есть, а у нас практически этого нет, да. Вот это вот женские круги попить вместе, там, прясть, одна придет, другая там вышивает, и все вместе поют. У нас этого нет. Ну, изменился быт, сейчас этого практически нет. Можно ли сказать, а тогда это было не просто необходимое сопровождение жизни, что ли, бытовой, да, а это еще было во время этих кругов устраивали еще некие такие инициации переходные, да, связанные с переходом женщины, допустим, из статуса девочки в девушку, из девушки в замужнюю женщину, из замужней женщины в мать, из матери там в бабушке, как это, даже есть такой термин старуха, есть прям такой термин, по-моему, бегущий с волками, да, как раз она этот термин использует, и получается, что у нас сейчас, по сути дела, вот эту инициацию, если ее нет в твоей жизни, можно прожить на ретрите на женском? Да, хороший очень вопрос и очень актуальный. У нас, правда, этого нет. Я недавно вела несколько тренингов, это даже не ретриты, регулярные классы, тренинги в онлайне у меня были, и я как раз делала это про переходное время женщины, связанное с фертильностью, то есть это первая менструация, и это климактерический период, когда менструация заканчивается, овуляция заканчивается, и женщина теряет свою фертильность. И как первый случай, как и второй, практически ни с кем не проговаривается, про это нет. у многих племен до сих пор каких-то неколониальных существуют эти обряды. я читала про обряд индейцев, он очень красивый, девушка, когда становится девушкой, девочка, когда становится девушкой, ее соответствующим образом одевают, поют песни всю ночь, а по ту сторону Атлантического океана луна очень такая, ну, то есть не такая, как мы привыкли, она огромная, она перевернутая, одно, другое полушарие, там немножко другая луна. И вот всю ночь они поют песни, почему еще менструации очень часто приходят в полнолуние, вот эта вот история. И женщина становится матерью племени, условно, то есть ей наделяются... Ой, это у меня мурашки, даже от одного слова. Ей наделяются... Полномочия эти, да? Да. И ответственность соответствует. то есть она становится вот такой большой фигурой, большая ма. Большая ма, да. Почема ма у них есть. А вот можно ли сказать, что ретриты подходят вот не только для переходных таких моментов, да? Ну, с возрастных, скажем так, а переходных моментов, связанных с ситуацией в жизни. Например, развод, трагически заканчивающаяся беременность, потеря очень близкого человека, физическая потеря близкого человека. Вот в эти ситуации они подходят? могут быть исправлены на ребенке. вот вопрос, это не про исправление все-таки, а про проживание, да. Потому что исправить потерю уже вряд ли получится. И перинатальные потери женщинами переживаются, как любые другие потери, но про это тоже не очень принято у нас говорить. Ну, очень часто подумаешь, там, замерзшая беременность или выкидыш, но родишь другого, в лучшем случае. Это такое одобрение, можно сказать. И, а женщина все равно переживает, это потеря, отчасти. как будто ретриты про потерю, это очень сложно, потому что это объем большой горя, которым, правда, может быть сложно. Но это могут быть какие-то индивидуальные занятия, индивидуальные истории по перепроживанию этих потерь. Сейчас, ну, вот на российском пространстве еще практически нет, в американском пространстве уже есть такая профессия, поддерживающая доула смерти. Они ее, по-моему, так и не называют смерти, они ее так... Ухода, наверное, доула смерти. Да, там про поддержку, в том числе и поддержку умирающих, и хосписы, и в том числе и про перинатальные потери, про поддержку близких. Вот. Смерть, как минархи, как климакс, перинатальные потери, изнасилование, про которые там тоже имеют место быть. Это все большое какое-то количество табуированных тем, которые в нашем сообществе пока все-таки не так сильно обсуждается, не так сильно про это говорится. Но про это важно говорить, потому что это обычная жизнь обычного человека, и мы очень часто с этим встречаемся. Да, от того, что табуированы до сих пор какие-то темы в общем пространстве, в общем социальном пространстве, смерть никуда не девается, разводы, потери, ничего никуда не девается. Все жизненные процессы существуют, как существовали, так и существуют. Но сейчас все-таки немножечко вот это вот окно, оно в хорошем смысле, не окно вертона, а в хорошем смысле окно, оно немножко расширяется. Я по крайней мере слышу, что и надо учиться, да, убаюкивание, пеленание, да, вот даже та, то же самое в отцу, с которым вы познакомились, в каком-то смысле, это же тоже про убаюкивание, да, некоторые специалисты так и говорят, что приходите покачаться на ручках, как у мамы, да, вот прям вот такой слоган используют. Получается, что в этом женском ретрите у женщин, кроме вот этих вот инициаторских периодов, переходов, есть еще темы, которые у них есть возможность обсудить без мужчин, то есть это и физиология, да, в этом кругу доверия, физиология, перехода, опять-таки, без мужчин, без детей, просто вот как, да, мы с тобой одной крови, да, мы обе женщины. Климакс, например, с мужчиной сложно обсуждать, мне кажется, даже с многими женщинами сложно обсуждать. Даже с женщинами сложно. Для женщин это очень стыдно и какой-то, очень часто бывает стыдный период ее жизни. Я вышла в подростковый возраст с каким-то отрывком с художественного фильма советского, где героиня говорила, что после того, как наступает климакс, она перестает быть женщиной. Мне это так глубоко засело, и как-то я была девочкой, но меня уже тогда это ранило. У женщин просто проседают некоторые гормоны, и это несколько меняет ее, в принципе, образ поведения даже, и не только самоосознание такого, но и поведение. И в этом как раз сложности. Но вот эта история, что мы смотрим на мир через розовые очки эндокринной системы, она у женщин после климакса, она перестает. Цвет розовый пропадает? Розовый, ну там розовый условно, там любое, любое какое угодно, но вот эта история, что женщина перестает как-то реагировать на мир, и начинает по-другому, и, ну, статистика такова, что человечество начинает жить дольше, а климакс начинает становиться раньше. Вот, и сразу я как раз, вот, вы меня сорвали вопрос практически, да, вот эта история про ранний климакс, в нем есть психологический подтекст, или это все-таки кто-то говорит семейный сценарий, да, кто-то говорит, что, ну, тут как есть, так есть. Ну, тут пока ученые не договорились, да, однозначно, потому что срок, вообще предклимактерический период начинается у женщины где-то в 35 лет, у нее уже начинаются изменения. Хочет она этого, не хочет, климакс, средний наступает. Организм готовится начинает к этому периоду. Да, да, там падает, уже гормоны падают, там уже вырабатывается коллаген, еще какие-то штуки, и к 45-50 годам у большинства женщин все заканчивается. Но сейчас и фармацевтика, и, там, я не знаю, фитогормоны есть, и все, что угодно, что этот процесс может продлиться. История про то, что фертильный период зависит от того количества яйцеклеток, которые есть. Вот врачи как раз и говорят, что психология тут ни при чем. Сколько заложено яйцеклеток, столько ей получите. Они на самом деле гибнут в каком-то количестве, когда наши бабушки беременны нашими родителями, то есть папой и мамой, в это время в эмбрион заселяются половые гаметы, то есть потенциальные мы. Физически мы находимся в теле своих бабушек, физически мы уже знаем, как там. Физически наша вот эта клеточка, яйцеклетка или сперматозоид, уже находятся в теле наших родителей, когда они еще были сами практически почти эмбрионами. Эмбрионами внутри наших бабушек. И вот это вот история такая. И у девочек, пока не начинается менструация, эти яйцеклетки продолжают жить все это время. и вот с этим временем они созревают и вылупляются из яичников, и есть возможность как раз забеременеть. И менструации заканчиваются как раз тем периодом, когда яйцеклетки заканчиваются. и здесь и экология, здесь и питание, здесь все что угодно. Очень много факторов, которые влияют на процесс. Операции на женские органы, на яичники, но сейчас тоже гормональная терапия тоже позволяет сохранять. Возвращаясь к теме ретритов, мы так хорошо отклонились к женской теме, но это и есть суть женских кругов, собственно говоря. Если женщина об этом не будет знать, она не знает о своем организме, как он работает, чего от него ждать и как там вообще в нем существовать. Однако, в вашем резюме для программы, кроме тех компетенций, про которые я уже сказала, еще указано, что вы сертифицированная ведущая танцевально-двигательных тренингов, холистического танца и двигательной педагогики. Я сейчас прочитаю, а потом мы будем эти страшные слова разбирать. Фасилитатор в области телесности движения интегрального танца, организатор тренингов в фестивале, посвященных телесности, движению танцевой перформансу и женщина эмпирически следующая жизнь и путешественница. Холистический танец, что такое? Что это такое? Холизм — это вообще целостность. И холистический танец относится, ну вот холистический подход относится сейчас, холистический метод есть в медицине везде, ну то есть холистический. А это общий термин? Да, общий термин, как про большую целостность. И вот эта вот дуальность, которая там, я не знаю, со средних веков, там черное-белое, женщины-ведьмы и все такое прочее, и сейчас обобщаю очень грубо, но вот эта дуальность, она здесь немного растворяется, потому что мы не только черные или белые, у нас вся гамма цветов, у нас вся палитра цветов. И холистический танец как раз про терапию такую, танцем в холистическом подходе, где есть единый ум, тело и душа, и эмоции. То есть это все про одно. Мы не лечим только психику, мы не можем этого делать с отрывом от тела. В нашем теле очень много чего зашито. В нашем теле, ну вот я то, что говорила про яйцеклетки сперматозоиды, то есть мы телесно даже помним то, что переживала бабушка во время беременности каким-то образом. Поэтому тело – это наш друг, это, как бы не говорить субъектно про тело, но мы и есть наше тело. Ну, конечно. Конечно, кто же мы еще? И есть как будто вот это вот понимание, что давайте я полечу свое тело, и это про здоровье, да, но как будто одно тело лечить тоже не очень имеет смысл, если с психикой, с эмоциями что-то не так. Вот, поэтому такая целостная медицина, целостный подход, целостная психология, холистический метод и холистический танец. А вот фолиситатор в области целесности движения интегрального танца, что это такое? Фасилитатор. Фасилитатор. а я что скажу? Фасилитатор, да. Да, фасилитатор. Необычный, незнакомый для меня слово, поэтому дается подождать. Это поддерживающая история, когда я, как модератор, например, я могу фасилитировать, я могу направлять процессы, и я слежу за процессами, куда они идут, и если у меня есть какая-то история, в моем понимании, что это должно как-то по-другому идти, я могу чуть перенаправить туда. Вот такая модерация процессов происходит, и держание такого контейнера, это психологический термин, контейнирование, когда я являюсь каким-то объемом, который пропускает вот все вот эти переживания, чтобы они не застревали, чтобы они проходили. Вот это вот бесперебойный такой поток текущий, и в котором можно размещать очень сложные свои чувства. Вот про сложные чувства, это прям правда про сложные чувства, про то же самое горе, печаль, депрессию, все что угодно, радость может быть сложным чувством. Мы говорили про зависть, особенно про женскую зависть, но и вот такая история, что обычно сопереживать радости гораздо сложнее. Мы очень охотно откликаемся на какое-то горе, а разделить радость, это прям как будто тоже может быть сложно. И вот здесь вот поддержать какие-то хорошие изменения, это тоже огромный такой, огромная работа, я бы сказала, огромный процесс, который тоже нуждается, чтобы человек был увиден в его радости, его в каких-то достижениях. Но это тоже наша культура, которой не принято было хвалить. Что вот это все достигаторство, оно тоже идет от того, что... Ну, все кривобокое немножечко, конечно, когда развивается только одна, вторая в любом случае вне тюны остается, второй полюс. Это, ну, это... Да. Неименуемо. Я так поняла, что вы уже, ну, не первый год занимаетесь выездом групп на ретрит. Как ваши темы выбираются? Как вы выбираете темы? Как они появляются? Как рождаются? И какие это темы? Я поняла, что я очень хочу на Алтай. Настолько, что я была готова собрать друзей, коллег. Мы обсудили, что мы хотим сделать вместе какую тему. Собрали группу небольшую девчонок, ну, она у нас смешанная была. Мужчины там тоже были. И уехали на Алтай. Это был какой-то мой первый выездной такой ретрит. И с того момента я прям понимаю, что я могу совмещать путешествия, то, что я люблю, то, что я и правда люблю видеть своими глазами, своим сердцем. И что я могу это показывать людям. И одновременно какие-то темы еще тоже поднимать. Темы в основном те, которые меня интересуют. То есть все-таки через личные ответы? Да, да. У меня не работает такое, что я прям знаю, что это там сейчас в топе. Мейнстримовские темы просто взял, потому что она в мейнстриме. Все об этом говорят, и я об этом повезу ретрит. Не работает? У меня не работает. Если в этом нет моей личной заинтересованности, ну, то есть я через себя это все пропускаю. Всю тему мне сначала надо посмотреть, как это работает. Скажем так, отрепетировать, какие телесные практики я могу давать, какие творческие практики я могу туда давать. Если мне там не интересно, вряд ли это заинтересует еще кого-то. есть такое в психологии, что к психологу приходит клиент как раз с его проблемой. Поэтому я думаю, что если мне это интересно, и тема заряженная, она правда имеет место быть в пространстве, но тут такой еще полевой принцип срабатывает. Люди каким-то образом находятся. то есть получается, что мы ездим на ретрит для того, чтобы получить поддержку, почувствовать тепло таких же раненых со своими шрамами, со своими соднящими болячками, да, людей. И это своего рода такой, ну, как бы, я слышала, у меня один знакомый говорит, что народ на женский шабаш собираешься, собираешься. Я говорю, ну, почему бы и нет? Тоже праздник, но вот как мы с вами уже сказали, он может получиться вообще-то невеселым, ведь если там будут чаще всего там боль, слезы. И веселье там тоже есть. Веселье там не исключается. что это только веселый шабаш, это нет, это нет. Конечно, нет. Это не пионерский праздник. Мы говорим о сложном, мы говорим, правда, о сложном. Я слышу про вот эту вот раненность, и да, ну, то есть человек должен быть к этому готов с этим работать по чуть-чуть. Настолько, насколько есть ресурсов. И вот там этих ресурсов можно поднабраться. А радости там тоже очень много, красоты и радости. И по большому счету, женщины, которые приходят, они делятся своим опытом. Это, конечно, бесценно. и находят способы с ним справляться. То есть вот эта история, что я нахожу, а очень сложные темы появляются, ну, то есть перинатальные потери, потери близнеца внутриутробного, такое тоже бывает. И вроде все хорошо, жизнь прекрасна, да, человек работает, но это что-то не дает. И вот это что-то, как диагностика даже, может быть, уже я знаю, про что это. Я знаю, какое место. Это вот анекдот такой. Пациент приходит к врачу и говорит, куда они тыкну, везде болит. «Батюшка, да у вас палец сломанный». Вот это как будто диагностировать этот палец, это уже половина дела. Увидеть то место, которое сейчас самое такое уязвимое, которому нужна поддержка. И вот получить эту поддержку, это да. И в женском кругу это тоже может быть. И оно вполне себе работает. Знаете, одно время была реклама по Центральному каналу, где Татьяна Васильевна рекламировала крем-буренка. Я просто вот помню. И она говорит, текст этой рекламы такой был. «Любая женщина хотя бы раз в жизни должна попробовать этот крем». Мне хочется сейчас переделать этот слоган на ретриты. Любая женщина хотя бы раз в жизни должна съездить на женский ретрит или там сходить на него, да. И, возможно, это станет первым шагом только на пути к женщине, к себе как к женщине. К принятию себя как женщины. В женщине есть обе части. Есть яйцеклетка и сперматозоид. И когда вот сейчас говорят женщины, это прям женщина, нет, в ней есть сильная, смелая, активная часть. Это тоже женская часть. И женщина может быть любой, может быть разной. И это тоже важно в этом быть в виде на неуслышанном, да. Что женщина это не только определенное поведение женственное, ну, как условно, как оно, допустим, принято в социуме, но и вот такая вот история, что я могу быть любой. И, ну, понятно, что коня на скаку останавливают женщину не от хорошей жизни, но если это нравится, если она в этом хороша, или если это надо, вот прям надо для безопасности, там, спасения, то, ну, мне тут нет вопросов, для меня все нормально в этом плане. Я не не та ведущая женских кругов, которые про благость. Нет, нет, я тоже не про благость, я не в этом смысле про женщин. Да, но я про то, что иногда прям путают вот эти понятия, что женственность это только вот там одно время было, длинные юбки, и я женственная. Ну, я прекрасно хожу в штанах, потому что мне это удобно. А моя женственность это ничего не говорит абсолютно. Ну, конечно, когда мы вот так выхолощенно говорим про женщину, то мы одновременно и мужчин лишаем возможности чувствовать, возможности сопереживать, представляя их в таком железном кольчуге, не имеющем права вообще шаг в сторону, и все, ты уже не мужчина. Конечно, нет, мы с вами говорим в этом плане наездом, на одном языке, я думаю, наши зрители тоже понимают, о чем идет речь. Спасибо вам огромное, Елена, было очень интересно. Я думаю, что возвращаясь вот к этому слогану, любая как бы женщина хотя бы раз должна попробовать съездить на ретрит, она, думаю, действительно станет прекрасным завершением программы. Я, да, я планирую, мне очень захотелось, Елена мне рассказала о своем ретрите, который будет летом, я очень хочу попасть, не говорю, что надо, прекрасно понимая вредность этого слова, говорю, хочу, совершенно осознанно. И сегодня, дорогие наши зрители, вы познакомились, на мой взгляд, с уникальным специалистом и еще одним инструментом знакомства с собой. Пусть вам это будет во благо. Спасибо большое, Елена. Спасибо, Наталья. Спасибо зрителям. А мы с вами прощаемся. До новых встреч, до новых программ. В студии работала Наталья Ежова. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok